Продолжение следует... И для чего на самом деле он нужен Назарбаеву? Обратите внимание, сегодня информбюро, это сайт власти, опубликовал информацию о том, что планируется продавать гражданство Казахстана за 150 тысяч долларов. И было подробно описано, как это будет происходить. Как известно, для этих целей Астана использовала так называемую особую зону, особый статус. Это была создана инвестиционная структура, где есть так называемые льготы. Этой структурой руководит Хайрат Килимбетов. После того, как в социальных сетях, на Фейсбуке особенно, такая бурная реакция была, и было видно, что на самом деле это озвучено было как продолжение старой линии, которую проводил Назарбаев. А именно, у него есть проблемы, что так называемые инвесторы, а в большей степени это китайцы, не могут приобретать тельные активы, в большей степени это касалось земли. Как вы помните, в 2016 году Назарбаев планировал провести такие решения, которые позволили бы китайцам зайти свободно, без проблем на рынок земли. И когда возникло серьезное возмущение, он вынужден был откатиться, сославшись на то, что плохая агитация была, мнение людей, люди плохо разобрались, вы не объяснили людям, поэтому объявляем мораторий на какой-то период, там до 2020 года, по-моему, было озвучено. Очень много споров было по поводу того, что да, это продажи, но иностранные граждане не могут, что же вы так переживаете, и все прочее. Власть пыталась, что называется, замазать глаза. И все это время мы прекрасно знали, что так или иначе этот режим Назарбаева ищет подступы к решению этой проблемы. И вот сегодня мы об этом услышали. Вот так называемый там Международный финансовый центр Астана, которым руководит Килимбетов, придумали одну дырочку, где идеи Назарбаева, чтобы он мог их своих реализовать, он придумал вот так называемый этот финансовый центр Астана, где создал специальный суд, якобы, где независимые британские судьи будут, создал специально законам особые условия, дал особый статус. Ну и как известно, что в этот финансовый так называемый центр заходят все структуры Назарбаева, получают льготы, получают земли, строят объекты, инвестируют деньги, пенсионных фондов, то есть даются займы своим компаниям подставным. То есть все делается так, чтобы найти еще возможность обогатиться именно за счет государства. В связи с тем, что вот такая бурная реакция была по поводу сообщений, которое вышло Информбюро, Информбюро сразу откатилось назад, и все названия публикации были изменены. Я еще обратил внимание, что детали были в основном распрещены именно в Информбюро. В остальных изданиях, скажем, были усеченные данные вот этого мероприятия. Никто этого проекта закона не видел. В чем заключаются детали? Первая развернутая идея была брошена через Информбюро. И обратите внимание, буквально понадобилось несколько часов такой бурной реакции, и представители Назарбаева заявили, что это произошла ошибка, что гражданство не продается за 150 тысяч долларов, что это просто инвестиционная виза, возможность работать внутри страны, если инвестор, иностранец инвестирует в страну 150 тысяч долларов через финансовый центр «Астана». Можно говорить что угодно, но очевидно, что власть очень сильно боится гнева народа. Власть прекрасно понимает, что настроения в обществе к ним негативные. Если посмотреть в социальные сети год назад и сейчас, это земля и небо. Сейчас тотальное недоверие к власти, сейчас тотальное негативное отношение к Назарбаеву и его окружению. Все его выступления высмеиваются, особенно, как вы видите, подвергаясь такому осмеянию его дочь Дарига Назарбаева, которая вот за последнее время серьезно активизировалась, а сегодня весь эфир, фактически все СМИ были забиты ее выступлениями, ее комментариями по разным вопросам, и по школьному образованию, и оказывается нужно сдавать учебные заведения и школы в аренду. И она выдала еще ряд перлов, то есть их много, это я отдельно откомментирую, как вы понимаете, это все не случайно. И вот увидев такую бурную реакцию, негативную, на то, что предполагается за 150 тысяч долларов давать гражданство иностранцам, в первую очередь наш народ уже прекрасно понимает, в чем суть этой идеи. Суть в том, чтобы затащить своих любимых китайцев в Казахстан, и тогда, чтобы китайцы могли свободно оперировать активами, без каких-либо ограничений. Вот в чем, собственно, суть этой идеи всех нововведений, которые Назарбаев пытается вести через очередную свою дырку, называемый Международный финансовый центр Астана. Как только пошло возмущение, сразу, значит, информбюро вышло с заявлением, что вот это просто закралась ошибка. Ну, какая ошибка? Как могут журналисты, информбюро, это просто трансляторы представителей правительства, сделать такую ошибку, когда документ был тщательно расписан. Все было написано, вписано, имелось в виду, это не инвестиционные визы, а именно четко было написано, что предоставляется именно гражданство Казахстана. Вот, поэтому это никакая не ошибка, это была просто проверка реакции общества. И все мы должны понимать, эта власть сейчас реагирует на позывы общества, реагирует и вынуждена реагировать. И она реагирует именно потому, что сейчас произошла консолидация, произошла консолидация общества под эгидой демократического выбора Казахстана, появилась политическая сила, поэтому очень быстрая реакция со стороны власти была. Поэтому было объявлено, что нет, это не гражданство, это произошла ошибка, это просто инвестиционная виза. То, что этот закон, все эти поправки предназначены именно не каких-то мифических иностранцев, конкретно для китайцев, это очевидно. Почему? Потому что именно сегодня Дорига в очередной раз начала озвучивать, что учите китайский язык, вот если в Китае работа, сразу станете миллиардерами. Извините, там в Китае больше 100 миллионов человек живут в селах, в деревнях и получают доход максимум 50 долларов в месяц, это нищие 100 миллионов человек. У китайцев много проблем, много нищих, много такого совкового, советского, при том, что, конечно, экономика быстро развивается, я могу точно сказать, что любая самая слабо европейская страна по своим доходам, по качеству жизни живет лучше китайцев. И вот, когда дочь Назарбаева говорит прямо, учите китайский язык, все время лоббирует китайцев, и это параллельно происходит с выбросом информации через информбюро о новом законе, связь очень простая. Этот закон сделан специально для китайцев, для партнеров Назарбаева. Я уже не раз говорил, что все основные инвестиции китайцев в Казахстан, крупных китайских компаний, они все государственные, они идут в соотношении 50 на 50. Когда вроде бы юридически там только китайцы, на самом деле они регистрируют в Китае компании или каких-то других юрисдикциях, и там у них делится бизнес Назарбаевым 50 на 50. Я могу вам еще раз заявить, что это мне лично в такой конфиденциальной беседе сам рассказывал Назарбаев, когда он мне вымогал часть моего бизнеса, когда он меня не пускал в нефтяной сектор, он обосновал это очень просто. Ты же мне не даешь долю 50 на 50, а вот китайцы дают. Поэтому все должны понимать, то, что китайцы владеют почти 40% долей в нефтегазовом секторе, это напрямую связано с тем, что в доле с ними, в соотношении 50, сидит Нурсултан Назарбаев. Именно поэтому идет такое активное лоббирование китайцев. И наши многие люди, может быть, еще не в полной мере понимают политические тонкости и хитрости шала, но они, что называется, спинным мозгом чувствуют, что этот режим хочет поработить народ, украсть то последнее, что осталось у наших граждан, жить на этой земле. И поэтому в 2016 году была такая реакция. Она правильная реакция. Люди отчетливо понимают, что Назарбаев под видом тех или иных законов хочет затащить в страну китайцев. Их и так много, но он хочет именно сделать, чтобы они доминировали везде и во всем. Давайте мы поймем, почему Назарбаев этот закон продвигает, так называемый, теперь уже поправился, называет его именизационным резидентством. Я хотел бы рассказать, какая существует практика в мире, и почему такого рода действия реализовываются в тех или иных известных странах, ведущих. Такие проекты существуют, например, в Дубае, в Латвии, в Литве, во многих европейских странах. Это практика общеизвестная, когда можно получить резидентство, не гражданство, а именно резидентство, если ты инвестировал определенную сумму денег в экономику, купил недвижимость, купил какие-то ценные бумаги. Есть возможность, конечно, получения гражданства, это, например, Мальта, остров на Средиземном море. Есть такие же поправки законодательства, которые существуют несколько лет, это на Кипре. Есть такие вещи. Я сейчас хочу объяснить, насколько это нужно Казахстану и для чего делают эти страны. И мы тогда поймем цель всех этих проектов, так называемого инвестиционного резидентства, которые реализуют эта власть. Вот я хочу начать пример свой с Дубая. Многие из вас, наверное, в Дубае были и видели, и могут даже сравнивать, что было в начале 90-х годов и что сейчас. Вот я сам лично первый раз приехал в конце 94-го года и могу сказать, что в Дубае в то время была просто пустыня, какой-то объем зданий был построен, какой-то объем существовал, скажем, отелей вокруг, около моря. При этом все было достаточно скромно, значительно хуже, чем в Казахстане. Вот. Сервис плохой, индусы, которые там работали, работали за еду фактически, получали 50 долларов в месяц и их там просто кормили. Вот. Ну и, собственно, вот такая, в общем-то, бедная страна была, на мой взгляд, в 94-м году. Но, когда я приехал туда через 6 лет, я был просто поражен в 2000-м году. Это была уже такая развитая, мощная страна. как этого добивались именно в Эмирате и Дубае. Конечно, там устройство в этой стране другое. Это шейхи владеют страной, там, Эмират, именно частные владения, именно верхушки политические, да, оппозиция запрещена, критика власти запрещена, все прочее. Ничего хорошего, на самом деле, там нет. Но я другую часть хотел бы озвучить. Так вот, именно правящая верхушка, она инвестировала в страну те деньги, которые они зарабатывали на нефти. Нефть, я могу вам сказать, что Эмират Дубая всегда добывал меньше, чем Казахстан. Я здесь вижу, что сбросило Индерегандии, так называемые поправки, которые сегодня вышли в информагентстве, информбюро. Я по этому поводу откомментировал, что да, вначале они написали, что будет гражданство за 150 тысяч долларов, потом сделали поправки. Поправки они сделали, потому что пошла негативная реакция. Я объяснил, что никакие журналисты не могут такие статьи самостоятельно писать, это рупор власти. Эта статья была детально описана, каким образом дается гражданство. Поэтому здесь нельзя обманываться и не пытайтесь, если это здесь боты сидят, нурботы, которые хотят убедить в том, что власть просто ошиблась. Я, как человек, проработавший во власти и очень хорошо знающий Нурсултана Назарбаева, знающий, как работать в средствах массовой информации, вам просто говорю, это не была ошибка, это был реальный вброс. Предполагалось, гражданство, увидев реакцию людей, они просто откатились назад, ссылаясь, что это было только резидентство, просто резидентство. Я сейчас объясню, что только резидентство. Так вот, резидентство предполагает, что если ты инвестор, купил какую-то недвижимость в стране, или купил ценные бумаги, то ты имеешь право находиться, проживать на территории этой страны, работать, очислять разные социальные налоги, получать даже пенсию, ты не имеешь права только голосовать. То есть, тебе дают фактически резидентскую визу на возможность работать и жить в Казахстане. Ты не имеешь права только голосовать. А так, ты имеешь право делать все такие же права, как у обычного гражданина страны. Практически в один в один. Понимаете? Только не имеешь права голосовать. Поэтому это пост-резерв, который сейчас брошен властью. И я сейчас объясню сначала на примере Дубаи, почему те или иные страны это делали, продавали инвестиционные, так называемые, визы, или давали возможность людям проживать в этих странах, получать долгосрочные визы, находиться там круглогодично, когда они покупали активы внутри страны. Так вот, представьте себе, что политическая правящая верхушка Эмират Дубая организовала инвестиции. Они строили отели, дома разные, многоквартирные, коттеджи. Им нужно было, чтобы все это покупалось. когда все это покупается, деньги возмещаются, которые инвестировала правящая верхушка. Затем кто-то там проживает, они начинают покупать продовольствие, пользоваться медицинскими услугами, покупать электроэнергию. Одним словом, оплачивают все расходы, которые формируются в стране. Если эти расходы оплачиваются, то есть для того, чтобы эти объекты работали, нужно подводить электричество, проводить асфальт, канализацию, все прочее, вы понимаете, да? То есть вся инфраструктура начинает работать, создаются рабочие места, с этих предприятий, которые создают рабочие места, платятся налоги государству, и таким образом государство начинает процветать. То есть в чем суть всего этого? Суть в том, чтобы были созданы рабочие места, жило как можно больше людей, богатых людей, с деньгами, люди с деньгами, как обычно, они что-то придумывают, открывают предприятия, придумывают изобретения, создают новые рабочие места, то есть создается такая элита, элита предприимчивых людей, которые имеют возможность работать, жить в этом государстве, и как вы понимаете, государству это становится очень выгодно, иметь класс предпринимателей, класс богатых людей, и общество все начинает процветать, при том всем, что самих арабов, которые проживали внутри страны, было мало, и вот за счет вот таких инвестиций, притока новых инвесторов, Дубай начал стремительно подниматься, и бурно начал развиваться туризм, различные склады транзитные, то есть очень много различного бизнеса начало формироваться внутри страны, соответственно увеличивались налоги, налоговые поступления в бюджет страны, и государство начало стремительно обогатеть. Чтобы вы понимали, сейчас доля нефтегазового сектора именно Эмирата, Дубая незначительная, по-моему, чуть больше 10%, все остальное приносит туризм, инфраструктура, вот эти склады логистические, аэропорты, то есть самые разного рода услуги, но не связаны нужность с нефтью, то есть фактически на старте нефть была использована, затем развились новые промышленные объекты, индустрия новая развилась, и Дубай сейчас в своем скажем, валово-внутреннем продукте имеет нефть, по-моему, чуть больше 10%, то есть вы понимаете доля, как стремительно упала, то сейчас Дубай живет совершенно на других секторах экономики, и при том вы понимаете почему такого рода законы были приняты, это стимулировало приезд большого количества людей, приезд появления многих инвесторов, развивалась инфраструктура, то есть вчерашняя пустыня, где ездили бедуины на верблюдах, жили в палатках, все преобразилось, это сейчас Эмират Дубая одна из ведущих по качеству страна в мире, очень развитая, и где присутствует мощный иностранный капитал, то есть бурное развитие идет за счет притока иностранных инвестиций, при том в стране обеспечен порядок, защищены инвесторские права, нет преступности, хорошая медицина, хорошее образование, хорошая инфраструктура, люди в целом получают достаточно высокий доход, вот в чем была суть привлечения такого рода инвестиций, давайте посмотрим вот такую страну как Латвия, которая тоже вместе с нами была в Советском Союзе в 1991 году, получила независимость, как и Казахстан. Хочу напомнить, что при том всем, что Латвия это не самая лучшая страна даже среднеразвитых европейских стран, она наверное в числе таких очень средненьких, да, вот, но уровень дохода на душу населения почти в два раза больше, чем в Казахстане. Я хотел бы напомнить, что такая же страна, как Эстония, которая тоже одновременно получила независимость от Советского Союза, ну, там два с половиной дохода на душу населения выше, чем в Казахстане. При этом в этих странах нет ни нефти, ни газа, ни металлов, ни всего прочего, да, но вот посмотрите, какой уровень доходов. И хочу вас проинформировать, что, например, транспорт общественный в Эстонии бесплатный, учебники, школьные тетради, там все, что связано с детьми, все бесплатно. Так же самое, то же самое, что в Латвии. Ну, транспорт там не бесплатный, но существует много дней, когда общественный транспорт бесплатный, льготы для инвалидов, льготы для пенсионеров, там огромное количество льгот у страны, которая не имеет ни нефти, ни газа, которая одновременно вместе с нами вышла из Советского Союза. И вот, возьмем Латвию. Совсем недавно там был действительно период, когда, если ты покупаешь недвижимость за 150 тысяч евро, то ты получаешь возможность в год находиться, получаешь один словом инвестиционную визу, и каждый год тебя продлевает. период пять лет. Через пять лет ты сдаешь экзамен по латышскому языку и можешь получить визу на постоянное место жительства. И потом, прожив еще определенное количество времени, сдав языковой экзамен, ты можешь претендовать на получение гражданства в Латвии. Вот. И вот в чем суть. Получается, что тогда Латвия приобретает богатого человека, который имеет недвижимость, который оплачивает все свои расходы. То есть, вы понимаете, в чем суть, да? Притом, это стимулирует строительство внутри страны. Когда идет строительство, это работает цементная отрасль, работает энергетика, развивается инфраструктура. То есть, цель понятна, да? То есть, они привлекают, например, такие страны богатых, обеспеченных людей, притом интегрирует демократическое общество. И дальше, куда девает деньги страна? Как я говорил, бесплатный транспорт, бесплатное образование, бесплатно школьникам книги, учебники и так далее. То есть, вырученные средства приходят в бюджет страны и их распределяет парламент, депутаты прозрачно. А что получается в нашей стране? Бюджет нашей страны непрозрачный. Назарбаев может просто всех собрать, сказать, 10 миллиардов отдайте моим банкам. Как вот недавно он сказал, 600 миллиардов тенге нужно поддержать банки. 500 миллиардов тенге нужно профинансировать несырьевой сектор. Я тебе, председатель Национального банка, говорю, куда эти деньги отправить. Я тебе скажу, кто должен эти деньги получить? Вы понимаете, да, в этом не участвует ни народ, ни парламент, даже правительство. То есть деньги распределяет кто? Нусултан Назарбаев. Кто миллиардер в этой стране? Нусултан Назарбаев. Кто украл у страны минимум 200 миллиардов долларов? Нусултан Назарбаев. Кто самые богатые люди этой страны? Нусултан Назарбаев и его ближайшие родственники. Весь Форбс, все ключевые позиции, это он сам, его близкие родственники и подставные миллиардеры. Вы понимаете, да? То есть, если привлекаются деньги на Западе или в ведущих странах мира, даже не ведущих, они приходят в те страны, правильно инвестируются эти деньги, они попадают в бюджет страны и распределяются внутри граждан этого государства. Итак, мы можем привести очень много примеров, когда такого рода действия действительно помогают стране, развивают предпринимательство, но деньги-то попадают в бюджет страны, бюджет страны прямо попадает и именно народ участвует в их распределении. И вы прекрасно знаете, что в этих странах все цветет, развивается и отставание между Казахстаном и этими странами только растет. Теперь давайте мы уже поняли, к чему это приведет, если этот закон будет работать в Казахстане. Ну, во-первых, я, пример, когда говорил о Латвии и Дубае, то это государство, и эти средства, они могут распределяться или инвестироваться в любой точке этой страны. Нет в Латвии законов, что-то купи именно обязательно в Риге. там очень просто. Ты эти деньги можешь потратить в любой точке Латвии, и ты получишь резидентство, возможность жить и работать в этой стране. То же самое в Эмират Дубае. ты инвестируешь в эту страну. Это я практически каждую страну назову, когда такие действия возможны не в одной какой-то дырке, как Международный финансовый центр Астана, а по всей стране. И потом задумайтесь, оказывается, инвесторы могут покупать квартиры только в Алма-Ате и в Астане. Вы не задумывались, почему? Я хочу в этой связи объяснить. Мы когда писали жилищную программу в прошлом году, я обратил внимание, что основные объемы жилищного строительства происходят в Алма-Ате, Алма-Атинской области и в Астане. Практически минимум 80% рынка сосредоточено в этих двух городах. Все остальное размазано по всем регионам страны. То есть у нас экономика фактически в Алма-Ате, в Алма-Атинской области и в Астане. Все остальное просто размыто, размазано таким тонким-тонким слоем. Именно в этих городах наша политическая верхушка имеет недвижимость, имеет бизнес, рестораны и все прочее. Именно основные богатства страны сосредоточены в этих двух городах. И поэтому вы должны четко понимать, если деньги инвесторы могут вкладывать по сути только в Астану и в Алма-Ату, это значит, что этот закон написан для тех, кто владеет активами или бизнесом в этих городах. А им, как известно, владеет наша политическая верхушка, которая сами делит землю, дает разрешение, имеет строительные компании, имеет цементные заводы. Именно все подвязано на основные эти два города Казахстана. теперь давайте поймем, а для чего вообще все это нужно. Бюджет страны на самом деле пухнет от денег. Вот регулярно идут отчеты, что национальные резервы растут, как центральный банк, национальный банк, у него резервы растут, так и так называемый фонд национального благосостояния, или как мы скажем коротко нефтяной фонд, там все время доходы растут. если более года назад цена на нефть была в районе 40 долларов за баррель, сейчас выше 80 долларов, то есть цена на нефть выросла в два раза. Объем добычи нефти увеличился и в этом году будет не менее 90 миллион тонн. То есть относительно прошлого минимум на 10 миллион тонн больше. И хотел бы вам напомнить, что это практически в 10 раз больше, чем в Эмирате Дубае. 10 раз. То есть Казахстан добывает 10 раз больше, Эмират Дубае. Но у нас же есть еще металлургия, у нас есть другие сырьевые предприятия, которые продают золото, цинк, свинец, черные металлы, ферросплавы, медь. Это все на самом деле предприятия, которые входят в число ведущих в мире, первую десятку. Спрашивается, зачем Назарбаеву придумывать все эти схемы по привлечению денег? Зачем? Зачем? Почему инвесторы могут вкладывать деньги только, по сути дела, в Алма-Ату и Астану? По Алма-Ате Астане объяснил, потому что они контролируют там бизнес, решают вопросы по земле, по строительству, поэтому эти деньги придут в их бизнес, в их карман. А теперь, в принципе, зачем все это делать, если денег много? То есть, цена на нефть выросла больше, чем в два раза. Цены на другие сырьевые ресурсы тоже выросли. Все хорошо, казалось бы, но только народ не богатеет. То есть, мы понимаем отчетливо, что эти поправки законодательства в Конституции и все прочее направлены на дополнительное обогащение политической верхушки. Потому что, если Назарбаев хотел бы улучшить жизнь людей, существующий бюджет страны может легко увеличить минимум на 30%, потому что денег в стране много. Свыше 10 миллиардов дополнительных долларов появилось от сырьевых предприятий страны. Минимум 10 миллиардов долларов. Если их просто перераспредит бюджет страны, можно легко людям, в частности, поднять заработную плату преподавателям учителям платить свыше тысячи долларов в месяц. Можно платить врачам по полторы по две тысячи долларов и денег достаточно. Денег достаточно, чтобы поднять зарплату полицейским, военным, то есть всем бюджетным работникам. Денег достаточно, чтобы увеличить размер доплат по пенсиям. Денег достаточно, чтобы увеличить выплаты инвалидам. Их в стране более 600 тысяч человек. Денег достаточно, для того, чтобы финансировать развитие инфраструктуры. Денег достаточно, чтобы каждый год минимум 250 тысяч человек получили доступное жилье. Я сейчас объясню, почему денег достаточно. Обратите внимание, на последнем своем совещании, которое он назвал посланием к народу Казахстана 5 октября, Назарбаев так широко с банского печара скидывал деньги. Это всем тем критикам, когда говорят, где взять деньги. Он сказал следующее, надо вот банкам помочь 600 миллиардов тенге. Думаете, 600 миллиардов тенге – это почти 2 миллиарда долларов. Раз, раздали. А кто владеет банками? Банки 90% контролируются лично у султана Назарбаев. Там все сидят его родственники и приближенные. Дальше он говорит, 500 миллиардов тенге на развитие несырьевого бизнеса. И Акишеву, председатель Национального банка, говорит, я тебе скажу, куда эти деньги направить и кому их дать. Вот 600 миллиардов плюс 500 миллиардов – это свыше триллиона. Один триллион – 100 миллиардов тенге. Это по текущему курсу больше 3 миллиардов долларов. Потом он говорит, 96 миллиардов мы отправим на то, чтобы увеличить уровень минимальной заработной платы до 42 тысяч тенге. Обратите внимание, 96 миллиардов тенге распределяется среди большого количества работающих людей, их больше 9 миллионов человек. 96 миллиардов. Один триллион 100 миллиардов тенге расползается по карманам, компаниям и банкам на султан Назарбаева. Видите соотношение? 10% мы туда, 90% в наши карманы. И потом я хочу вам напомнить, что в сентябре, когда у Цесна банка возникли проблемы, владелец якобы там Джексибеков, руководитель администрации президента, а он просто имеет бизнес с султаном Назарбаевым. Долгое время он вместе с ним был и Акимом Астаны, и министром, и руководитель администрации президента, был первым замом его в партии Нур-Атан, как вы понимаете, по сути его подельник. И в этот банк вливается 1,6 миллиарда долларов. То есть плохие кредиты уходят в национальный банк, они продаются, и 1,6 миллиардов долларов вливается в Цесна банк. Вот я вам просто показываю. Больше 3 миллиардов долларов разъезжается по банкам и по компаниям Нур-Атану Назарбаеву, 1,6 миллиардов, 1,1-й банк, частный Цесна банк. И вот так раз 5 миллиардов и нету. Спрашивается, зачем Нур-Атану Назарбаеву с помпы объявлять о том, что вот по 150 тысяч долларов можно инвестировать в Казахстан и получить инвестиционную визу, возможность жить и работать в Казахстане, когда в стране миллиарды долларов, миллиарды. Я недавно озвучивал по поводу жилищной программы ДВК. Так вот, жилищная программа ДВК предполагает каждый год инвестировать в развитие строительства жильё 5 миллионов квадратных метров. 5 миллионов квадратных метров, мы считаем на одного человека 20 квадратных метров минимум должно быть. То есть, эта программа предполагает, что 250 тысяч человек минимум по государственной программе развития и строительства жилья получат жильё на льготных условиях. В чём суть льготных условий? Ставка 5% годовых, кредит на 20 лет, аренда и даже платёж засчитывается в жильё, стоимость жилья, и при этом взнос первоначальный всего лишь 5% от строительства жилья. И причём строительство жильё будет такого качества, сразу с мебелью кухонной, стиральной машиной и так далее. То есть, так, чтобы человек въехал в готовое жильё, при этом жильё с инфраструктурой, детские площадки и всё прочее. И стоимость жилья будет не более 500 долларов квадратных метров, это в Алмате и Астане, а в региональных центрах это будет дешевле. Притом, это массированное строительство, демократический выбор Казахстана предполагает развить по всей стране, не только в Алмате и Астане, а по всей стране. То есть, для нашей страны вообще инвестировать каждый год деньги в 2,5 миллиарда долларов, это вообще ничего, потому что в свои банки, на Султан Назарбаев, каждый год закапывает по 10 миллиардов долларов. И вот представьте, что такое 10 миллиардов долларов. Это фактически на эти деньги можно обеспечить минимум 2 миллиона человек, 2 миллиона человек можно обеспечить дешёвым жильём. Понимаете, да? Мы каждый год собираемся вкладывать по 2,5 миллиарда долларов и обеспечить жильём 250 тысяч человек. При этом я ранее озвучивал, что из заработной платы наши граждане будут не 100 тысяч тенге, не 70 тысяч тенге, а в 3-7 раз больше. Как минимум, в 3-7 раз больше. Понимаете? То есть, когда эти деньги, которые есть даже сейчас, вкладывать в страну, не воровать, не расстаться по своим банкам, у нас будет стремительный подъём во всех отраслях, и наши граждане резко улучшат свой уровень жизни. А в реальности Назарбаев, как видите, легко, с барского плеча, просто раздаёт эти деньги именно в свои банки. То есть, а зачем ему эти деньги по 150 тысяч долларов в жильё в Алма-Ате и в Астане? А для того, чтобы ещё больше разбогатеть, потому что именно его компании, его приближённых строят в Алма-Ате и в Астане, именно они распределяют земли, и этот доход просто побежит в их карманы. Вот и всё, а народ опять будет ни при чём. Денег в бюджете страны и так достаточно, денег много. Недавно, вы знаете, аналитические данные говорили, что по своим богатствам мы стоим даже впереди Германии. Но как живёт Германия и как живут казахстанцы? Мы нищая страна фактически, имея гигантские богатства. А наша политическая верхушка, миллиардеры, они очень богатые. И вся проблема только в том, что эти богатства не уходят народу, а распределяются среди политической верхушки. Поэтому все эти нововведения направлены на то, чтобы все богатства, которые формируются в результате вот этих действий, снова ушли в карманы Назарбаева и его окружения. Поэтому вот этот нынешний новый закон, он не направлен на улучшение жизни граждан Казахстана. Он направлен на то, чтобы политическая верхушка ещё более разбогатела. Это первое. Второе. Это позволяет затаскивать миллионами китайцев в нашу страну. Это позволяет под видом китайцев, он именно с китайцами сидит соотношение 50 на 50, затасит подрядчиков, не знаю, ещё каких-то рабочих. И таким образом ещё больше разбогатеть. И если завтра его, когда будут из страны выгонять народ, он всегда будет прикрыт китайским правительствам. У него все прибыли перекачаются в Китай. Понимаете, это не для американцев, не для каких-то стран. Они к нам в нашу страну не придут. Какой смысл в авторитарную страну им заходить? Им у себя и так хорошо. А у нас риски всякие, политические, преступность. Вон Тену убили за одно зеркальце. Кто придёт в нашу страну из нормальных стран? Никто. А китайцы придут. Китайцы работают везде. Они уже больше половины Африки взяли под контроль. Финансируют разные сырьевые компании, договариваются с диктаторами. И поэтому, если кто-то и будет инвестировать в Казахстан, это будет делать в первую очередь китайцы. Назарбаев эти законы сделал именно под китайцев. Поэтому сейчас нынешняя политическая верхушка будет ссылаться на мировые примеры. Говорит, вот там в такой стране есть такой закон, а что же мы там не делаем? Извините, в этих странах есть, например, свобода СМИ. У нас есть свобода СМИ? В этих странах законы действуют против всех, если кто-то нарушает. Вот в Америке, например, судья спокойно отменил указы Трампа, считая, что они неконституционные. Может судья в Казахстане отменить тот или иной закон или решение Назарбаева? Нет. То есть что получается? Под видом того, что в тех или иных странах такие законы действуют, эта политическая верхушка создала для себя исключительные условия. Народ в бедности, а они все время ссылаются на мировые примеры, богатеют, все себе присваивают, а народ держит в нищете. Вы посмотрите, вот они говорят о гражданстве, о инвесторах. Этническая казахская Сарангуль, да? Ее семья, они являются гражданами Казахстана, ей отказывают убежь, ей отказывают в гражданстве. О чем мы можем говорить? О каком резиденции для других, для иностранцев говорится, когда наши этнические казахи не могут найти место у себя на родине? Мы все отчетливо должны понимать, что этот законопроект направлен против граждан страны, против рядовых граждан страны, что этот законопроект направлен на очередное обогащение. Этот законопроект направлен на то, чтобы в очередной раз затянуть средства, их распилить. И ничего нашим гражданам от этих действий, шала хорошего не стоит ожидать. Если до последнего момента Назарбаев выжидал, опасаясь вот снова волны гнева, которое было именно в 2016 году, сейчас он решил, что пауза прошла, люди успокоились, а мы сейчас еще очередную дырочку сделаем и проведем все наши идеи. То есть, затащим так называемых, в кавычках, инвесторов в лице китайцев и опять вытянем то, что раньше не удавалось вытянуть. И захватим миллионы лучших земель вместе с китайцем под видом китайцев. Еще раз я хочу отметить, когда в мире ссылаются на те или иные проекты такого рода, они все, эти ресурсы, действительно, помогают людям лучше жить. Эти деньги поступают в бюджеты страны, эти деньги улучшают инфраструктуру, эти деньги меняют все именно для граждан. В нашей же ситуации, когда у нас коррумпированная система, когда власть контролирует политическая верхушка, все блага попадают к ним в карман. Поэтому мы не можем и не должны молчать, мы должны сопротивляться, возмущаться, препятствовать разным путем, объединяться вокруг демократического движения Казахстана, ДВК, и показать Назарбаеву то, что он не может управлять страной в одиночку. Все эти решения должны идти через референдум. И именно народ должен принимать такие ключевые решения. Не узкая политическая верхушка, а именно сам народ должен принимать тельные принципиальные решения, касающиеся земли, распродажи крупнейших активов страны. Я хотел бы вам напомнить, что под видом ведения рынка Назарбаев присвоил все крупные промышленные активы. Казахмыс входит в ведущие десятку предприятий мира по производству меди. Им присвоено. Кто-нибудь знает, чтобы был аукцион, эти большие миллиарды долларов поступили в страну? Нет. Посмотрите под видом привлечения иностранных инвесторов, что стало с Кармид комбинатом, который сейчас называется Арселор Митл. Фактически имущественный комплекс был отдан, не продан, отдан так называемому Митлу. На самом деле они с Назарбаевым сидят в доле меньше, чем за 50 миллион долларов. Были кредиторы, которым Кармид комбинат был должен, их просто кинули, имущество увели в сторону. И хотел бы я напомнить, что аналогичное предприятие в Украине, Криворож Сталь, было продано на аукционе за 4.8 миллиардов долларов. А здесь это предприятие просто ушло в бок максимум за 50 миллион долларов. Когда Назарбаев говорит, вот там сложная ситуация, инвестор якобы инвестировал 400 миллионов долларов, он сжет. Вот так уехал к нему в карман безвозмездно кормит комбинат гигантское предприятие, которое строил весь Советский Союз. Посмотрите, предприятие так называемой Евразийской группа. Ферросплавы, феррохромы, Павлодарский алюминиевый завод, крупнейшие электростанции, которые стоят по несколько миллиардов долларов, все бесплатно рассосались под видом якобы иностранных инвесторов. Они назвали вначале, когда заходили в страну, Japan Chrome Corporation привезли какого-то японца, который не имеет к Японии никакого отношения. То есть, по сути дела, народ Казахстана обманули и предприятие, гигантские предприятия, которые стоят несколько десятков миллиардов долларов, просто присвоены Назарбаевым. Поэтому вы все должны понимать, такого рода инициативы, распродажей земли, активов и какие-то еще действия, они всегда действуют в пользу политической верхушки. Народ от этого ничего не получит. Таким образом, ребята, я объяснил, для чего нужен Назарбаев этот законопроект, рассказал, как это работает в мире. И еще раз, он создал очередную дырку под видом Международного финансового центра Астана, чтобы через эту дырку украсть еще очередные многомиллиардные активы страны. Это не имеет никакого отношения к улучшению жизни наших граждан. Поэтому мы все это отчетливо должны понимать. Я еще раз обращаюсь к нашим активистам. Мы сейчас создаем в чате активист разные ячейки, взаимодействуем через штаб, поэтому просьба усилить работу. Мы должны готовиться добиться смены этого режима. Нас должно быть много, и эта работа должна быть усилена. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... И когда кто-то жалуется, ругает, говорят, что вот казахи вот такие плохие, я еще раз хочу повторить. Не надо ругать своих граждан. Мы должны добиться того, чтобы наши граждане стали такими же сильными, как ингуши, как грузины и армяне. И мы станем ими. Просто нам нужно работать, проводить агитацию. И все изменится. Все изменится. Наши граждане такие же люди. Мы также вчера жили все в Едином Советском Союзе. Вы посмотрите, Прибалты смогли. Кавказ смог. Украина смогла. Почему мы не сможем? Мы сможем. А сегодня я свой эфир завершаю, ребята. Я уверен, что изменения у нас произойдут. Просто нам нужно больше работать, привлекать больше сторонников. До встречи в эфире. Салбонгзер.